Как в КФУ отмечают 137-летие Габдуллы Тукая? Какие тайны хранит главное здание Казанского федерального? Всем привет! В эфире универ-ньюса в студии Камиля Глякберва. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел карьерный форум «Пробуй, знай, действуй». В рамках мероприятия было представлено обучение участников о зампроектной, игровой деятельности и наставничеству с целью реализации ими профориентационных проектов. В Татарстане 26 апреля отмечают День родного языка и 137-летие со дня рождения Габдуллы Тукая. В память о поэте по всему Татарстану проводятся мероприятия, которые рассказывают нам о его жизни и позволяют проникнуться историей великого человека. 26 апреля исполнилось 137 лет со дня рождения поэта, публициста и писателя Габдуллы Тукая. В столице Татарстана множество исторических мест, которые связаны с жизнью и творчеством татарского поэта. И его день рождения также считается Днем родного языка. Студентами Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета была сыграна постановка в память Габдуллы Тукая, который нам показывают последние дни жизни Тукая, когда он заболел и решил отправиться в Санкт-Петербург. История такая, что Тукая всем друзьям сказал, что он поедет в Уфу, в Ашкирию, но по пути решил в Питер поехать и неожиданно приехал сюда, в Питер. И тут его встречают местные татары, которые следят за его творчеством и, конечно же, хотят его показать врачам. Юноши справились безупречно. Я уже смотрю эту постановку дважды. Первый раз я смотрела в литературном музее имени Габдулла Тукая, а уже сегодня я вновь убедилась, что наши актеры блестяще справились с своей задачей. Габдулла Тукай – многогранный поэт, у которого множество произведений, и каждая из них воспитывает разные. Будучи идеалистом и романтиком, его куда больше интересовало бескорыстное служение народу. И сейчас к его творчеству и личности относятся бережно и уважительно, считая, что именно с Тукая начинается патриотическое воспитание. Большая история, поэтому пусть его изучают, а я как зритель, как любитель поэта, буду считать его стихи. Во-первых, его заслуга в том, что он начинает, он начинает, зачинатель, скажем так, татарской реалистической, демократической татарской поэзии. Во-вторых, он начинает направление татарской литературной критики. Творчество поэта оставило не только след в истории, но и в душах людей, которые обращаются к его произведениям в самые разные этапы своей жизни. Очень важно суметь сохранить культурное наследие, чтобы целые поколения помнили и знали, кем был Габдула Тукай. Диана Агнест, Универньюз. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла конференция по обмену культурными зданиями иностранцев о русском языке. Подробности в сюжете Аделины Абдрахмановой. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла вторая международная научно-практическая конференция «Диалог культур», где приняли участие иностранные студенты, обучающиеся по программе бакалавриата и магистратура. Мероприятие ставит перед собой несколько задач, главной из которых является изменить взгляд ребят на родной язык и культуру другой страны. Участвует более 50 человек. Для кого-то это первый шаг в науку, кто-то уже писал курсовые работы, у некоторых есть научные статьи. В любом случае мы считаем, что занятие научной деятельностью очень важно для студента. Это расширение его кругозора, это немного другой взгляд на мир, это более глубокая картина мира. Конференция была разделена на несколько секций. Теоретические и прикладные аспекты русского языка как иностранного, русский язык, проблемы и перспективы, актуальные проблемы русистики и лингводидактики. Каждому участнику было выделено несколько минут на подготовку, после чего нужно было рассказать основную мысль доклада. Эта конференция для меня самое важное мероприятие. Я думаю, что в этой конференции можно поручить много нового и знакомиться с многими друзьями и срочать другие доклады. Это будет для меня помочь. Отметим, что проведение подобных конференций помогает студентам из разных стран глубже изучить культуру другой страны, а также рассказать о традициях своего народа. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс. История Казанского федерального университета вновь готова открыть свои двери и поделиться со всеми желающими своими самыми сокровенными тайнами. О том, что таят в себе залы главного здания, расскажем в следующем сюжете. Казанский федеральный университет – одно из старейших и самых престижных учебных заведений России, основанных в 1804 году по указу императора Александра I. Стены каждого здания хранят в себе многовековую историю и из года в год стараются поделиться ею со всеми, кто хочет своими руками прикоснуться к прекрасному. А вот звание самого богатого истории корпуса по праву получает главное здание Казанского федерального университета. Императорский, белый, голубой залы и множество других помещений наполнены духом того времени, и даже после реставрации могут похвастаться эстетикой давних времен. К примеру, зал основной экспозиции музея истории Казанского университета раньше представлял собой церковь. Она была реконструирована в 1820 году. Прототипом ее стала домовая церковь князя Голицына. В 1825 году она стала полностью функциональна и просуществовала аж до 1923 года. Впоследствии это помещение превратилось в спортивный зал. Здесь проходили, естественно, университетские богослужения, здесь крестили, венчались, венчались причем профессора, студентов здесь не венчали, это было запрещено. Здесь также и происходило отпевание ушедших уже в мир иной различных деятелей университета. Церковь, как я уже сказал, закрывается в 1923 году, и после закрытия здесь располагается спортивный зал университета. В фондах музея истории Казанского университета, в частности, хранится фотография. Как обычный студент, по сути дела, здесь на кольцах висит вот посредине этого здания. Не стоит также забывать про белый и голубой зал, где ранее располагался зал правления Казанского университета. К 1970 году был создан Ленинский мемориал, и основная экспозиция располагалась именно здесь, а заканчивалась в Ленинской мемориальной аудитории. В 1991 году было принято решение о закрытии мемориала, а все экспонаты до сих пор хранятся в фондах музея Казанского университета. Ближе к нашему времени зал снова реорганизовали. На данный момент это помещение является важной частью вуза. Конференц-зал, где ректор проводит важные совещания. Как касается белых и голубых залов, мы, к сожалению, о них практически ничего не знаем. Предположительно, там ранее располагался зал совета университета или же зал правления университета. Но точно известно, что в конце 19-го, начале 20-го века в тех залах функционировал музей изящных искусств древности при Казанском университете. И в нем была довольно значительная обширная коллекция, которая впоследствии в середине 1920-х годов была разбросана по различным музеям нашей страны. А вот сердцем главного здания можно считать императорский зал, ныне актовый. Здесь проводят лекции, форумы, конференции и даже концерты. А вот в далеком прошлом в этом самом зале прошла студенческая сходка, которую своим присутствием почтил Владимир Ильич Ленин. Тогда, в далеком 1827 году, студенты Казанского университета выступили против удушающего университетского устава, тотального контроля над студентами, полицейских расправ над их товарищами и сословных ограничений для получения высшего образования. Кстати, в этот самый день, когда ректор узнал о готовящемся собрании, он предусмотрительно закрыл двери, однако сообразительные студенты нашли выход из этой ситуации. Они обошли зал и вошли с другой стороны, двери там были не заперты. К столетию этого события было принято решение о полной реставрации, но безукоризненном сохранении не только общего интерьера, но и мебели, обоев, а также общего расположения предметов. Помимо важных особенностей кропотливой работы над интерьером, нельзя не отметить тот факт, что в период правления императора люстры были закреплены с использованием метода рычагов для удобной смены свечей, приходящих в негодность. В период активной реставрации Григорий Наумович Вульфсон хотел сохранить и этот аспект обстановки императорского времени, однако рабочие сочли такой способ крепления ненадежным и даже опасным, поэтому надежно закрепили их на потолке. Восстанавливали зал очень скрупулезно, очень долго, и причем очень ответственно. Во-первых, не знали, каким должен быть рисунок обоев, потому что на старых фотографиях было очень плохо видно. Стали снимать паркет, из-под паркета показались обрывки царских обоев, по ним уже, как по пазам, восстановили оригинальный рисунок, заказали в Ленинграде на обойной фабрике. Помимо этого не знали, где найти венские стулья, потому что в университете их просто не осталось. Стали активно закупать такие стулья у города. Узнали, что есть большая коллекция венских стульев в детско-республиканской клинической больнице, лежала у них просто на чердаке. Попросили у больницы стулья, и в итоге стульями обменялись, потому что в университет отправил в больницу уже совершенно новые стулья. В зале выступал Григорий Наумович Вульсон. На этот пост его выдвинул ректор Александр Коновалов, потому что именно этот человек зарекомендовал себя не только как высокопрофессиональный историк, но и как человек, который способен создать музейные экспозиции, отвечающие современным требованиям. Кроме того, он не просто талантливый архитектор, но и доктор исторических наук и профессор. Под его твердой рукой залы приобрел вид наиболее приближенной к облику того времени. Григорий Наумович очень ответственно подходил к реставрации актового зала университета, и рассказывали, что он, несмотря на то, что он, будучи ветераном Великой Отечественной войны, на войне потерял часть ноги, все время ходил с тростью, регулярно залезал к рабочим на леса и говорил им, как правильно здесь выстраивать систему, чтобы здесь была хорошая акустика. Но, видимо, не зря залезал, потому что акустику здесь действительно выдержали. Оставив позади прошлое, но ни в коем случае не забывая его, залы главного здания Казанского федерального университета по сей день напоминают гостям и студентам о событиях, которые там происходили. А внешний вид помогает всем нам с головой окунуться в эпоху того времени. Елизавета Газизянова, Маргарита Михайлова, Универньюз. Финальный этап конкурса «Студенческий лидер Республики Татарстан» накануне состоялся в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. В рамках последнего конкурсного дня участники выступили с самопрезентацией, а также приняли участие в дебатах. В набережной Челнинском институте Казанского федерального университета прошла открытая видеоконференция на тему искусственного интеллекта Академик Российской академии наук Игорь Каляев рассказал студентам, что такое искусственный интеллект и как его измерить. Спикер объяснил, как взаимодействует образование и наука и перечислил подходы к определению искусственного интеллекта. Кроме того, поднимался немаловажный вопрос об использовании подобной технологии в различных сферах жизни общества и перспективах развития этих уже устойчивых взаимоотношений. На этом все. В студии была Камиля Глякберва. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова